У вас красивые цифры, вы все говорите правильно. Смотрите, правительство говорит, сделали это, 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 молодцы, не спорим. А результат? Больница, лекарства даем, оборудование даем, врачи есть, питание есть. Больные выздоровели? Почему об этом правительство не говорит? Вот вы все меры, которые приняли, а что, к чему это привело? Этого же нету. Нам заявляют здесь, средний размер пенсии 8 тысяч. А я получаю 4. Почему я, москвич, получаю всего 4 тысячи? Кого вы обманываете? Почему Московский пенсионный фонд мне ничего не добавляет? И я уверен, что пенсионер Зюганов тоже получает, еще меньше, наверное. Как бюджет идет? Национальные регионы больше, чем русские. Кто такое право дал? А делается тихо, там налоги меньше взимаются. И как там расходуются бюджеты, которые вы направляете туда? Там идет на создание рабочих мест? Не идет. Бюджет по карманам расходится. Потом вы будете получать манежи по всей стране. Потому что вы, правительство, закармливаете одних и не даете деньги другим. Манеж нужно определить только одним термином. Это начало национального пробуждения, национального самосознания русского народа. И мы, ЛДПР, вам говорим 20 лет. Пока вы русским не скажете, что они есть хотя бы, никаких привилегий никому. Все народы равны. Все хорошие. Особенно татар люблю. Просто я в восторге от них. От татар и от башкир. В восторге в диком. Но про русских молчите все время. С трудом выговорили. И лица славянской внешности. Вы смотрите, русские есть. 120 миллионов русских. И они имеют право чувствовать себя хозяевами. Нет вот славянской наружности. Что это за народ такой славянский? Давайте россияне говорим. У вас нету министра по гуманитарным вопросам. У вас все занимаются экономикой. Молодцы. Но в нашей действительно многонациональной стране есть гуманитарные вопросы. Которыми никто у вас не занимается. У вас Шеголев занимается техническими средствами связи. А программами телевидения он не занимается. Водонациональным вопросом не занимаемся. Религиозным не занимаемся. Воспитанием не занимаемся. Демографией вы же не занимаетесь. Вы понимаете, что демографический кризис мы сами не преодолели. По предварительным подсчетам нас уже 141 миллион. Идет уменьшение все равно. Вы нам хвалитесь перед всей страной и говорите, а вот несмотря на кризис, а мы социальную политику еще даже усиливаем. Да кто дураки? Мы дураки или Европа? Вся Европа сократила социальные расходы, государственные расходы. Народ вышел на улицы, бунтуют, но экономика более здоровая будет. Потому что деньги идут только на ту продукцию, которая выпущена. А мы говорим, а нет, а мы на это не пойдем. Мы отдадим деньги населению. Потом председатель Центрального банка выходит и говорит, а цены растут. Так это из-за вашей неправильной политики. Цены будут расти. Вы даете деньги больше покупателей. А товаров меньше. Получается, вся Европа дураки. Все затянули пояса. Народ недоволен. Но они продолжают это делать. Правительство уходит в отстатку. Но они продолжают это делать. Другие партии сдают коалицию. Но они это продолжают делать. И мы всегда будем их догонять. Всегда. Редактор субтитров А.Семкин